И Россия, или Союз сперва, а потом Россия в 1985 году начала двигаться путем построения нового общества. На самом деле это не общество гласности, а это общество свободы выбора. Выбор чем заниматься? Выбор нищенствовать или работать и быть успешным. Выбор смотреть и знать информацию о мире, который тебя окружает, и делать выбор на выборах. Это самое главное право граждан. Выбор. Выбор своей собственной жизни. Такая система называется демократическая. Главным принципом любой демократической системы это свобода информации. Свобода граждан знать правду об окружающем мире, о своих начальнике или о своем правительстве. Знать правду о том, что тебя окружает. 15 лет. Вдруг мне был день рождения. У нас было только 100 на этом дне рождения. Мы там были все в этом дворе. Сам был гость последний. Пришел Андрей Битов писать. Потом по путевной задачи он сломал ногу. Жизнь происходит из всяких событий в всех странах. Я не знаю, я, наверное, единственный журналист, который дважды депутат. Да, Женя, жена Сергея, Дина. Где там бегает кошка Настя? Вот наша жизнь. Два сына, пять фильмов. Какие еще были события в жизни? Дважды депутат СССР. У нас были очень хорошие отношения, близкие отношения с такой классикой гееттем. Для меня это человек, который сделал одну очень важную вещь. Он создал новое поколение. Не то, что он сделал, там можно ругать, хвалить, но он сделал новое поколение. Он дал новым детям новое информационное поле. Вот, когда я вижу там свои детей, они же воспитались в новую эпоху. Здесь как бы были все. Вот были все, это наше место сбора. Я помню, там 2 января мы делали здесь еще один Новый год. И приехали все мои товарищи из фракции «Яблоко», из Госдумы. Лукин Володя, Леша Арбатов, Миша Глубаковский. Нас все время снимают, когда мы пьем водку. Какой-то бред. Нет, чтобы мы там пили кофе. Как, допустим, у Сергея. Другое дело, что с 87-го, наверное, года, Собственно, я и пришел на телевидение в 87-м году, то есть 10 лет назад. Понятие лояльности или понятие политической корректности стало потихонечку размываться. Потому что непонятно было, собственно, каков политический, идеологический облик власти. Какие позиции она занимает. Потому что раньше мы имели единое нерушимое политбюро во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. А потом мы стали понимать, что есть либералы, есть консерваторы, есть Горбачев, есть Лигачев, а есть еще и Яковлев, а есть еще и Рыжков. А потом вот эта вот политическая картина мира стала все более и более сложнее. И, понимаете, можно было к концу 80-х, к началу 90-х работать на телевидении и говорить, я лоялен по отношению к власти, потому что я лоялен по отношению к той власти, которую персонифицирует Лигачев. А можно было работать на центральном телевидении и говорить, что я лоялен к власти, и понимать при этом, что я лоялен к той власти, или, во всяком случае, к той части государственной политики, которая персонифицировала в статьях и выступлениях Александра Николаевича Яковлева. А Горбачев был где-то между этими двумя крайностями, и можно было бы быть лояленным по отношению к Горбачеву. И всем своим видом, и всей своей работой давать, понять окружающим, что ты не принимаешь и не те крайности, которые выражал Лигачев, и как бы зеркальное его отражение Яковлеву. Тогда скажите, вот тем не менее... Ну, видите ли, в любой профессии, в том числе и телевизионной, нормальное состояние – это конкуренция. Телевидение находилось в состоянии глубокого застоя к концу 80-х, к началу 90-х, именно потому, что не было реальной конкуренции между различными каналами, между различными творческими коллективами. То есть не было того, что уже сложилось в газетном мире, потому что Третьяков начал выпускать независимую газету, и она стремилась стать газетой номер один. Голембиовский стал главным редактором «Извести» в конце 91-го, и он старался сделать свою газету, которая отличалась бы от независимой. Потом появилась газета «Сегодня», потом стали фактически частными независимыми газетами и «Московские новости», и «Общие» Егора Яковлева, и «Комсомольская правда», и «Московский комсомолец». Несмотря на падение тиража, я бы сказал, начало 90-х годов все-таки было временем расцвета газетной журналистики. Кризис начался уже как бы позднее, к середине 90-х. И на этом фоне существование одного-единственного телевидения было страшным анахронизмом. Наверное, вы просто все сейчас уже забыли то достопамятное время, когда программа «Время», извините за невольный каламбур, шла в 9 часов вечера на всех существующих каналах. На первом канале в 9 программа «Время», на втором канале в 9 программа «Время», на третьем канале в 9 программа «Время». Хотя это «Московский канал», казалось бы, логично было давать в это время какие-то московские городские новости. Но не дай бог хотя бы часть аудитории украсть главной информационной программы страны. На четвертом программе «Время» на питерском канале, тогда еще Ленинградское телевидение, тоже программа «Время». И вот был такой анекдот, что приходит подвыпший человек домой, начинает вот щелкать переключателем, пытаться найти что-нибудь другое, хоть на каком-то канале что-нибудь отличное от программы «Время», а там откуда-то с технического канала, где обычно показывают таблицу, матрас, ему майор КГБ пальцем грозит, я тебя покручу, покручу переключатель.